Благотворительный телемарафон «Спешите творить добро» продолжается. С 1 октября в эфире телеканала «Губерния» мы рассказываем истории детей-инвалидов и о том, какую помощь им можно оказать. За месяц удалось собрать более полутора миллиона рублей. Только за последние дни деньги на счет детского фонда перечислили родители и ученики 30-й и 12-й хабаровских школ. А фармацевтическая компания «ФР Стандарт» помогла сразу нескольким детям в Комсомольске-на-Амуре. Всего же в рамках телемарафона помощь получили уже 153 ребенка. Сегодня мы хотим познакомить вас с Тимофеем Стручковым из села Троицкого. Мальчик родился недоношенным. Кислородное голодание привело к поражению мозга, ДЦП и атрофии зрительного нерва. Чем помочь Тимофею, расскажет Александра Теплякова. Так Тимофей Стручков реагирует на незнакомые голоса. Мальчик практически не видит из-за атрофии зрительного нерва. Ориентироваться приходится на звуки. Поэтому ему требуется время, чтобы привыкнуть к постороннему шуму. Почему мы с ним не можем никуда, например, в общественном транспорте ехать? Он вообще себя прям сильно кричит. Это я рассказываю, он пытается вместе пожаловаться. Тимофей Стручков родился раньше срока. Длительное время ребенок находился без кислорода. Кислородное голодание привело к поражению мозга и ДЦП. По словам матери, в больнице села Троицкого не было специального оборудования. Сейчас Тимофею 11 лет. Он не может самостоятельно передвигаться и практически не разговаривает. В семье Стручковых пятеро детей. Во время приезда съемочной группы одни были в школе, а другие в детском саду. Но Тимофей дома всегда. Свой день он проводит в этом кресле. Каждый выход на улицу для него праздник. Гулять, да, пойдем? Гулять, пойдем? Тимофей, да. Во время прогулки мать Тимофея ни на минуту не отпускает его руку. Так мальчик знает, что она рядом, а значит, он в безопасности. Да, я с тобой, мы гуляем, да. Воздухом здесь. Три раза в неделю Тимофей занимается сотрудником реабилитационного центра. Специалист говорит, что в будущем Тимофей сможет ходить. Я надеюсь, хотя бы, чтобы он смог сидеть и играть игрушками. Вот это первое, что я бы радовала. Чтобы он не постоянно лежал. Чтобы гулять с ним, ходить почаще. Потому что, чтобы он не в коляске, а вот хотя бы в обнимку с ним обняться и идти. Тимофею нужно развивать мышцы ног. Существует специальное оборудование, вертикализатор и особые ходунки. Денег на это у многодетной семьи нет. Поэтому и решили принять участие в телемарафоне. Александра Теплякова, Сергей Демьяненко для программы Новости.